Международные танцы, доставка еды по-тындински и робот-игрузчики. Эти и другие публикации, которые вы лайкали и комментировали в программе область сети. Как и чем живет при Амуре в социальных сетях, расскажу я, Руслан Козловский. Начнем выпуск с танцев. В телеграм-канале Амурского областного телевидения показали, как легко и непринужденно двигаются в ритм музыки представители старшего поколения. Сребряная делегация Благовещенска активно репетирует перед выступлением на международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет 10 ноября на сцене ВДНХ в Москве. В составе танцующей делегации 10 участников. В столице в день Амурской области они исполнят три ярких и динамичных номера. Завершат свое выступление флешмобом. Между тем, Благовещенский танцевально-оздоровительный клуб создал житель областной столицы Сергей Айтуганович. В 2013 он вместе с несколькими знакомыми вышел на набережную. Теперь его женский танцевальный батальон более 100 человек. Мы едем небольшой группой в Москву на эту международную выставку-форум «Россия», чтобы представить свой проект «Танцы для здоровья». Впервые после трех лет пандемии китайские и российские танцоры серебряного возраста встретились на сцене ОКЦ «Благовещенска». Представители старшего поколения двух государств презентовали 12 номеров. Участие в международном фестивале приняли 140 человек. Ролик с выступлениями набрал сотни просмотров. Фестиваль прошел 23 октября. В Китае в эту дату отметили День пожилых людей. Чтобы выразить уважение старшему поколению, в разных городах Поднебесной провели тематические конкурсы, форумы, выступления, флэш-мобы. Продолжим тему международных отношений. Старый добрый туризм между Хэй-Хэ и Благовещенском возобновился. Этому особенно рады жители двух соседних государств. Один из блогеров Поднебесной прогулялся по рынку Хэй-Хэ и поговорил с русскими туристами. Ролик снимался утром и морозная погода не располагала к общению. Однако, разговаривать некоторых путешественников все же удалось. Они даже вспомнили несколько фраз на китайском языке. Видео набрало более 7 тысяч просмотров. Житель Кипра установил новый рекорд для книги Гиннесса. Мужчина в течение 20 секунд удерживал на голове 319 бокалов, весом 30 килограммов. 62-летний мужчина уже 30 лет занимается танцами с бокалами на голове. Это традиционное развлечение на Кипре. Чтобы установить новый рекорд, мужчина годами тренировал шею. Для тренировки он удерживал на голове 50-килограммовую бочку, свисающую с дерева. У этого ролика более 60 тысяч просмотров среди российских пользователей. Доставка еды. На работу или домой один из популярных способов поужинать или пообедать в наше время. Особенно услуга стала распространенной вперед пандемии. Сейчас в некоторых городах России в роли курьеров используют роботов и для жителей данных муниципалитетов это стало обыденностью. Так адресным привозом продуктов или еды уже никого не удивишь. Однако в северном городе Амурской области произошли все ожидания. Доставка шаурмы по-тындински это когда вам привозят не просто порционное блюдо, а целый ларек с едой. Вот так жители муниципалитета шутят над одним из роликов, который набрал более 2000 просмотров. А в свободном заметили лесу. Как отмечают авторы публикации, обычно эти животные обитают в дикой природе и боятся выходить к людям. Однако одна рыжая решила из любопытства посетить городской район и попала в объектив камеры. У этого видео более 2000 просмотров. Во Владивостоке заметили двух охотников за сокровищами. Они ищут ценности в водах Японского моря с помощью магнита. Заниматься этим отмечают энтузиасты, они начали когда увидели подобные видео на просторах интернета. Интерес со временем нарастал и парням самим захотелось поймать удачу за хвост. Среди улова у Сергея и Ильи в основном ржавые железяки, которые они отвозят на специальную свалку. Но клюет и нечто особенное. Например, как-то раз попалась монета 18 века. У этой новости более 19 тысяч просмотров. Прогресс не стоит на месте. И в некоторых сферах роботы частично заменили людей. В частности, они трудятся на складах, как грузчики. Конечно, без помощи человека не обходятся. Роботизированный интеллект контролируют люди. Судя по видео, у которого более 70 тысяч просмотров, справляются с поставленными задачами автоматические машины весьма неплохо. Если вы стали свидетелем чего-то интересного или необычного, не забудьте поделиться. Отправляйте фото и видео в наш телеграм-канал по номеру телефона, который вы видите у себя на экране. Возможно, ваш ролик наберет максимальное число просмотров в интернете. Именно его мы покажем в следующем выпуске программы. У меня на этом все. До встречи в эфире и в социальных сетях.